Уважаемые коллеги, прежде всего, разрешите мне передать познавление с началом такого курса международного взаимодействия регистров от руководства нашего института и от Валерия Владимировича Старинского, который стоял у истоков популяционного регистра Российской Федерации. Теперь у меня начнутся проблемы. Немного в продолжение предыдущего доклада Вахтанга Михайловича хотела бы сказать о структуре регистра популяционного Российской Федерации. Одинаковые регистры имеют двуступенчатую структуру. Это региональный сегмент, который находится в онкологических диспансерах всех субъектов Российской Федерации. И федеральный сегмент регистра, объединенная база которого находится на сервере Минздрава России. Региональные сегменты могут базироваться на данных госпитального регистра стационара, диспансера, других возможностей, других информационных систем, которые находятся и в онкологических кабинетах больниц и районов территории. И различных медицинских информационных систем, больничных учреждений, общей лечебной сети. Хотелось бы сказать, что в России сейчас существует возможность введения в популяционный регистр данных как из бумажного носителя, так и интеграции с информационными системами. То есть, и то, и то другой метод введения информации возможен. Создание единой системы регистров в стране обусловлено теми основополагающими положениями, о которых сказал Вахтанг Михайлович в предыдущем докладе. Принципы построения регистра соответствуют международным положениям. Это учет заболеваний и заболевших, подлежат учету злокачественного образования с кодами заболевания в соответствующем от С00 до Д09. Кодируются первичные опухоли. И больной не выводится из базы данных регистра даже после его смерти. В нашей стране, опять же опираясь на предыдущий доклад, сохраняется обязательный учет заболеваний, регистрация заболеваний по территориальному принципу, то есть сейчас по месту постоянной регистрации заболевшего. И пожизненное наблюдение за онкологическими больными сохраняется в нашей стране до сих пор. Несколько слов о нормативной базе. Было принято несколько приказов Минздрава. Мы ждем следующего приказа, который бы обновил классификаторы данных, которые были представлены еще в 1999 году, в приказе номер 135. Но пока такого приказа нет. В 135 приказе были представлены и утверждены первичные учетные формы на выявление злокачественных на образование у больных. Разрешите мне просто недостатка времени пропустить некоторые слайды. И вся информация из этих первичных документов, она кумулируется в регистрационной карте на пациента. Информация вся кодируется по единым кодификаторам. Пока еще приходится пользоваться кодификаторами 135 приказа. Но в этой регистрационной карте фактически все поля ее формализованы. То есть текстовых полей там нет. Структура регистрационной карты представляет такую схемку. Это сведения о пациенте, сведения о злокачественных на образованиях, которые выявлены у данного пациента, которых может быть несколько. И лечение, если можно сказать, каждого злокачественного на образование отдельно. И происходит мониторинг. Заполняются определенные поля для мониторинга как состояния пациента, так и состояния злокачественного на образование. При передаче данных на федеральный уровень, выделенные красным разделы, разделы регистрационной карты шифруются, и на федеральный уровень, то есть на уровне объединенной базы данных, они не передаются. Пациенту присваивается уникальный номер. Разработано в нашем институте программное обеспечение регистра. Более 60 территорий страны работают на нем. Структура представлена в такой древовидной форме и повторяет структуру регистрационной карты. В настоящее время программное обеспечение выполнено на достаточно современном компьютерных программах. Работает под различными версиями операционной системы Windows, не требует специальной установки каких-либо дорогостоящих и вообще каких-либо программного обеспечения, требующего закупки. То есть FireBud – это программа в свободном доступе находится. Выпущена в настоящее время версия программы 6.ФБ и РФ. Отличие в том, что ФБ – это для территориальных онкологических учреждений РФ. Это объединенная база данных, программа, которая стоит для тех учреждений, которые имеют доступ к базе данных на сервере Минздрава и работают уже с объединенной этой базой данных на уровне популяционного регистра страны. Программное обеспечение РФ состоит из нескольких модулей. Они перечислены на этом слайде. Мне хотелось бы отметить, что модуль регистрации больных находится только на уровне территории. То есть введение и изменение, любая коррекция возможна только в территориальном РФ. Это представлено на таблице соответствия. Многие территории, как сказал Вахтанг Михайлович, уже давно работают на автоматизированных системах регистрации больных. И более современный переход был на программу, разработанную в институте Герцена, и были конвертированы данные, то есть они не потеряны. Программа территориальных регистров обладает возможностью интеграции с федеральным сервером. Мы в приказе, который подан в настоящее время в Минздрав как проект, предполагаем передачу данных в регистр раз в квартал или раз в полгода, но пока никак не отреагированы Минздравом. При регистрации в этой программе пациентов существуют вшитые, встроенные программы проверки данных. Это проверка на дубли, соответствие дат и различных полей. И проверки с помощью запросов, которые мы рекомендуем проводить врачам-экспертам раковых регистров в территориях. Вот представлен скрин, соответственно, топография и морфология. Также в нашем центре мы проводим такую проверку качества регистров, имея возможность получать вот эти самые государственные отчеты 7-35 формы, имея базу данных территорий. Если посмотреть, то отношения выявленных заказченных новообразований по данным регистра и по данным официальной формы государственной статистики бывают различные. Из этого можно делать вывод, насколько используется регистр в работе оргметодов отделов территории. Возможно получение различных выходных форм. Это государственная форма государственной статистической отчетности, выписки, списки больных по заданным параметрам, таблицы показателей состояния помощи онкологическим больным, таблицы по выживаемости, таблицы расчета различных показателей. Выходят несколько возможностей, жесткие таблицы, ну в кавычках жесткие, это действительно форма государственной отчетности, это некоторые такие жесткие формы по группам стандартизованным показателям заболеваемости и смертности, показатели службы, показатели проведенного лечения и возможности получения таблиц по использованным препаратам при лечении. Это пример, это 35-я форма, которую все хорошо знают, присутствующие здесь. В подсистеме запросов есть возможность выбрать различные поля для получения выборки такой пациентов. И можно, вот это скрин наверху, если посмотреть список полей, и выбор полей, по которым проходит фильтрация данных, выбирается по тем пунктам, которые существуют в регистрационной карте. Затем мы получаем такой список пациентов по тем произвольным формам, по тем произвольным параметрам, которые мы задали. Если что-то заинтересовывает при анализе этого списка, можно получить регистрационную карту этого пациента, который мы выбрали. И затем в Excel можно перебросить для работы, или в Word вряд ли, но в Excel. Здесь, если вы заметите, то имена нет, это сделано из вот этой вот объединенной базы данных, то есть вот это коды, которые присваиваются пациентам из различных территорий, чтобы обезличить эти данные. Значит, регистр, то программное обеспечение, которое сейчас существует, дает возможность проведения анализа заболеваемости, смертности, как от злокачественных новообразований, так и от других заболеваний, так как это вводится, причина смерти вводится в регистр распространенности злокачественных новообразований, вот качество диагностики, эффективность лечения. Возможно прослеживание как каких-то когортных, когорт выбранных, так и изучение на уровне индивидуума, то есть можно проследить за течением заболевания у данного пациента. Ну вот, скрин системы запросов. Также в программе сейчас предусмотрена возможность анализа с помощью Allab-системы, то есть которая дает еще большую возможность для использования этих данных и представления его различных. На карте, вот у нас карта очень популярна, на этом заседании, на этой карте представлены территории, которые передают свои базы данных на федеральный уровень. Но хотелось бы сказать, что серыми отмечены не пустые территории, и в этих территориях тоже существуют регистры, просто они не передают, не поднимают данные на федеральный уровень. Всего на 14 сентября около 4 миллионов случаев злокачественных новообразований находятся в базе данных Минздрава. И хотелось бы сказать, что у нас концепция такая, что в регистр вводятся все больные злокачественными новообразованиями вне зависимости от возраста пациента. То есть в этой же базе данных существует и база данных детей. На этом слайде представлено количество, объем базы данных, представленных в регистре. Если вы посмотрите, внизу у нас выделяется Санкт-Петербург, который передает полностью базу данных свою, он переконвертирует ее в формат программы «Канцеррегистр», передавая ее на федеральный уровень. Это некоторая демонстрация возможностей регистра. То есть мы можем представлять данные и анализировать случаи не только представленных в 7-й или 35-й форме набора нозологических форм, но и, допустим, анализировать злокачественное образование инситу. Это тоже дает представление возможностей регистра. Можно показать для активного выявления для различных форм злокачественного образования по различным территориям. Также можно проанализировать возможности методов проведения подтверждения диагноза злокачественного образования. анализировать проведенное лечение и возможностями расчета показателей в АЛАП-системе. Мы можем по системе запросов выбрать фильтры, выбрать то, что хотим и получить, допустим, по какой-то выборке территорий определенный набор показателей. Мы можем узнать абсолютное число злокачественных на образовании, посчитать грубый показатель, кумулятивный показатель, стандартизованный показатель с ошибкой и доверительным интервалом стандартизованного показателя. Это пример, как можно пользоваться системой запросов для АЛАП-КОМБИ. Выбираются, опять же, фильтры, выбираются то, что мы хотим узнать, хотим узнать, в каких территориях определяется дата. Можно использовать систему из нескольких запросов. То есть, вот здесь представлен, допустим, один запрос и второй запрос. И с помощью формулы мы можем написать, что должны отобраться пациенты, удовлетворяющие к первому и третьему запросу. Получаем показатель, тот, который мы хотели. В данном случае это абсолютное число заболевших раком желудка в территориях. Затем можно представить это графически, но это необработанное, то есть это в автоматическом режиме дается такая диаграмма, ее можно, естественно, как-то перестроить, более такой приличный вид. А затем можно получить это как визуальный ряд на карте. Вот, например, наибольшее число выявленных случаев локачественного образования желудка было в 2013 году в Свердловской области из тех территорий, которые, естественно, представлены. По цвету, вот здесь шкала представлена, можно... Ну, это для представления данных. Конечно, табличный материал, наверное, анализируется удобнее. Ну, здесь тот же пример расчета стандартизованных показателей в АЛАП-КУБе. И есть встроенная возможность расчета показателей выживаемости. Мы можем получить, опять же, выбрав параметры, по которым мы его выбираем, получить список тех пациентов, которые будут участвовать в исследовании, и возможности графического представления, табличного представления этой информации. Немножко скомканно, но я спешила, чтобы дать возможность следующему докладчику успеть тоже доложить. Но хотел бы сказать, что мне из всех наших предыдущих докладов порадовало то, что тенденции развития регистров, они как и в мире, так и у нас, в общем-то, схожи. Возможность объединения и использование больших массивов информации для получения достоверной и нужной информации для оказания медицинской помощи нашим больным. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Есть у вас вопросы? Кто-то есть вопрос? Спасибо за Ваше выступление. Скажите, пожалуйста, в одном из первых слайдов было указано, что Вы регистрируете пациентов в базе данных регистра только один раз. Это значит, что Вы используете идентификатор. Какой идентификатор используется единый в базе данных нашу национальную регистру? Нет, наверное, я неправильно как-то изложила. Регистрируется больной один раз, да. То есть он где-либо на территории, в субъекте зарегистрирован как заболевший онкологический, у него выявлено злокачественное образование, и уже при переезде, допустим, в другую территорию, он же второй раз не регистрируется как первичный больной. А по какому идентификатору? Фамилия, имя отчества, дата рождения или что? Да, мы используем дату рождения, имя отчества, СНИЛС, паспорт. СНИЛС и паспорт. А какой конкретный идентификатор? СНИЛС понятно, что будет один у одного гражданина. СНИЛС тоже меняется, мне сказали. И СНИЛС меняется, да? Вот это проблема дублей. Да, проблема дублей. И второй вопрос. Конечно, то, что 60 регионов России входят в национальную базу данных прекрасно, Вы не исследовали вопрос о слиянии с другими базами данных, которые работают с регистрами, которые работают с другими базами данными, потому что мне, например, трудно представить, что в Европе все работают на одной программе, на одном софте. Поэтому, на мой взгляд, надо было бы, если такая возможность не предусмотрена, предусмотреть возможность сопоставления, слияния баз данных и регистров. Потому что я знаю, что многие работают и на другом софте. Ну вот регистр Санкт-Петербурга работает на своем программном обеспечении. И мы тоже. И передает свою базу данных, конвертируя ее в специальной программе, передает ее туда, наверх, на федеральный уровень. Так что возможность есть. Можно работать на своих программах, а использовать еще какие-то базы данных застрахованных. Там несколько специфично, там немножко другие принципы учета, поэтому мы не используем. Все-таки учет у нас сфокусирован в диспансере, в оргметод-отделе диспансера. Поэтому, кто вне диспансера, конечно, их какой-то процент есть, людей, которые не зарегистрированы, но это минимально, потому что нас так или иначе проходят через диспансеры. Еще один вопрос, на мой взгляд, очень важный. Это обучение регистраторов. Как говорится, если данные занесены неверно, то их последующий анализ бессмысленный. Скажите, пожалуйста, на федеральном уровне каким-то образом финансируются вот эти программы, чтобы централизованно обучать людей, которые вводят данные? На федеральном уровне, я думаю, у нас вообще не финансируется обучение регистром. Но в 2010 году было несколько школ, проведенных в Минздраве. Но это, скорее, формальные школы были. В принципе, вот этот пресловутый 135 приказ, в котором есть большая инструкция по учету, действительно большая и полная. Может быть, сейчас несколько устаревшая, но все-таки. Вот прочитав ее и прочитав, допустим, пункты регистрационной карты, то можно обучиться. А также мы, собственно, всегда открыты, и в наш информационный центр обращаются представители диспансеров, и мы никому не отказываем в обучении и на местах, и удаленно.